Продолжение следует... Давайте вместе. Продолжение следует... 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 Поскольку в битве на Крукшетре царь проиграл все – и людей, и деньги. И теперь, потерпев полное крушение, царь и царица вынуждены были покинуть дом. Он смотрел на эту ситуацию со своей точки зрения, не зная того, что Видура пробудил в Дритараштре внутреннее зрение. И потому тот покинул дом в радостном воодушевлении, в надежде обрести лучшую жизнь, выбравшись из мрачного колодца семейной жизни. Если у человека нет уверенности в том, что он обретет лучшую жизнь, отрекшись от той, что имеет, он не сможет удержаться в отречении, просто сменив одежду и уйдя из дома. Субтитры создавал DimaTor Субтитры создавал DimaTor Субтитры создавал DimaTor Эта глава, которая называется «Дритараштре покидает дом», в ней разворачиваются такие события, что Видура проповедует своему брату Дритараштре и вдохновляет его на то, чтобы тот оставил дом Юдхишхиры и отправился в лес заниматься самосознанием, заниматься медитацией. И наконец-то эти слова, они дошли до Дритараштре и он решительно смог это сделать. Он оставил дом, в котором он жил, не сказав никому ничего, он ушел, и его супруга, она последовала за ним. И Юдхишхира, так как он заботился уже в это время о нем, ну, как о пожилом человеке, он, ну, обеспокоился, куда же делся, куда же делись Дритараштра и Ганхари. В предыдущих стихах мы видим, да, что он беспокоится об этом. И Санжая, так как он был близким слугой, который всю жизнь свою посвятил служению Дритараштре, он не может ответить Юдхишхире, где, куда подевался его господин. И Санжая, он тоже, так как он хорошо знал Дритараштру, и, ну, эти услуги у него тоже, ну, определенные взаимоотношения, определенная любовь господину возникает, если эти долгие отношения. И поэтому Санжая, он тоже опечаленный, хотя, как Шил Пропада говорит, не зная того, что Дритараштру, он воодушевленно это сделал, в радостном расположении он это сделал. И Санжая, не зная этих подробностей, он вот опечаленный тем, что он, ну, как бы он испытывает вот эту разлуку с своим господином в этот момент. Хотя вот эти вот переходы из одной, из одного ашрама в другой, это не какие-то, знаете, мрачные явления в жизни. На самом деле, вот ведическое общество, оно так устроено, что эти переходы, они, как бы, все больше и больше поднимают человека. То есть, человеку, наоборот, становится счастливее в ведическом обществе. Почему? Потому что каждый ашрам, он подготавливает к следующему этапу жизни. И каждый следующий этап, он, на самом деле, лучше и счастливее, по факту. И поэтому переход, например, от греха с и ковнопраски, это не уход от какой-то, не уход от кого-то, а наоборот, приход, ну, как бы, в следующую, более насыщенную и более счастливую жизнь. Почему это не уход? Потому что в тот период, когда это рекомендуется сделать, очень важно понять вот эту вещь, что ведическая система – это система, когда человек все делает вовремя. И что имеется в виду, что семейный человек, он вырастил уже детей и выполнил свой семейный долг полностью. И дети, они взрослые, они самостоятельные уже, и они уже не нуждаются в его, как бы, опеке. И поэтому мужчина, он спокойно может, то есть ему, как бы, уже не, ну, получается, что так, как они уже самостоятельные, и уже, ну, как бы, у него не получится как-то их оставить. Почему? Потому что они уже живут самостоятельно. То есть они уже не под его опекой. И поэтому нет никакого перехода, что как будто он кого-то там оставил. То есть он не оставляет, он выполнил долг перед ними, он их вырастил, дал им образование, вот как сейчас в современном мире это делается, да, оставил какое-то, какое-то жилье им оставил. То есть у них все есть необходимое. И, ну, как бы, нету необходимости дальше как-то, вот, даже, даже можно больше сказать, что если дальше продолжать опекать, есть люди, которые не могут успокоиться, и уже дети взрослые, они продолжают их, как бы, опекать. И вот эта вот опека, она уже, как бы, излишняя, она уже, как бы, тяготит человека. У меня была такая история, немножко веселая, что я ехал в электричке, и Матаджи, пожилая Матаджи, подсела, и мы начали разговаривать. И, а в то время начинались вот эти вот фестивали южные. И она говорит, вот, дочка поехала одна, никогда не уезжала, ну, как бы, никогда не ездила одна, вот, поехала дочка одна. А я такой смотрю, ну, как бы, Матаджи уже в таком возрасте уже приличном. Я подумал, и я ее спросил, ну, на дочке сколько лет-то ваши, что она вот первый раз одна поехала на Южный фестиваль. И она так волновалась за нее. Я говорю, ну, а сколько лет-то дочке? Она говорит, сорок. То есть, вот это, как бы, можно без конца, как бы, продолжать опекать, но эта опека, она уже, ну, как бы, не требуется. И поэтому эта опека, она в тягости. Поэтому вот эта система варнопраске, когда человек, ну, как бы, просто перестает, дает возможность, ну, как бы, стать самостоятельным своим детям, дает возможность стать самостоятельным просто. И поэтому он говорит, ну все, теперь, если у меня был какой-то бизнес, ну все, теперь сами рулите этим бизнесом. Если у меня там было какое-то жилье, теперь сами рулите этим жильем. И он как бы, он им просто, он их, на самом деле, он как бы, ну как бы они даже рады как бы этому, потому что, ну вот, наконец-то мы можем. Или там, представьте, какой-то там царь, и он, и как вот Махараджа Парикшит в Шимадбагава там описано, что прежде чем, он когда узнал, что ему, ну как бы, судьба, такой подарок сделала, что он может скоро оставить тело, он, там говорится, что первое, что он сделал, он передал правление своему сыну Джанамиджаю. Ну, сразу передал правление. И поэтому он смог спокойно сесть на берег Ганги, как описано, и слушать Шимадбагава там. Но вот, вот этот, вот это вот передать своим старшим детям, это, ну как бы, хорошая идея, вовремя если это сделать. То есть понятно, что если, если дети, они не готовы к тому, чтобы, ну как бы, то есть они еще маленькие, то это будет, если это не вовремя сделать, то это будет беспокойство. И когда поздно, ну как бы, это тоже будет уже беспокойство. То есть нужно вовремя это сделать. Если это вовремя сделали, то все счастливы. И поэтому нет никакого там разрыва, что некоторые думают, что вот, как в Шимадбагава там есть такие стихи, как, например, у второй песни, вторая песня, она начинается вот с таких стихов, достаточно таких тяжелых стихов. Вот один из таких тяжелых стихов, там говорится в первой же главе, во второй песне, что вот, просто когда тебе исполнилось 50 лет, оставь дом, уйди в лес. Конкретно вот так говорится. И люди, они когда читают такие стихи, они как бы в шоке, потому что в обычной жизни мы этого не видим, чтобы, ну как бы, это происходило. И так как этих примеров, ну как бы, нет, поэтому для человека, сейчас современного, для современного человека, ну как бы, просто хорошие отношения в семье, это уже, ну, потолок совершенства. Потому что даже этого нету. И поэтому даже если просто хорошие отношения в семье, они считают, что, о, как я хорошо живу, какая у меня хорошая жизнь. Потому что даже этих отношений хороших просто нету. Просто люди, так как они пытаются удовлетворять чувства, они, и чувства невозможно удовлетворить, они пытаются сделать то, что сделать невозможно, и поэтому еще больше неудовлетворения возникает. А из-за неудовлетворения возникает гнев, как в Багавадгите говорится, одно за другим идет, да. А гнев его нужно как-то проявить, он, его невозможно держать внутри. И поэтому люди, они просто начинают воевать, начинают ругаться. А все вот эти воины и ругань, они не создают хорошую, как говорится, атмосферу, знаете, между людьми, правильно? И поэтому люди живут в таком напряжении, в ругании, в настроении войны, и хороших отношений получается, что нет. Они этим разрушают отношения. Ну, представьте, если кто-то на вас грубо там с вами разговаривает, кричит, ругается. Даже если вы питали теплые чувства, то после таких отношений вы эти, ну, как бы, уже теплые чувства уже не сможете так вот проявлять. И потом, в конце концов, вы их утразите естественным образом. И так как вот это происходит между людьми, они, ну, как бы, они понимают, что нет хороших отношений. И поэтому, если они там в каком-то возрасте вдруг умудрились как-то наладить отношения между собой, это они считают совершенством. Ну, в ведическом обществе, ну, как бы, не считают это совершенством. В ведическом обществе сразу предполагалось, что, создавая семью, люди, они не будут всю жизнь жить вот таким образом. То есть это, это, как бы, семья, это определенный период в жизни. Это не бесконечный период, это, так как это временное, все временное, оно когда-то заканчивается. И так как были вот эти ашрамы, варнапрасха, саньяси в обществе, люди, они видели уже, ну, как бы, что старшие, они принимают вот такой образ жизни. И они, как бы, с самого начала предполагали, что, ну, как бы, что и я, может быть, когда-то приму такой образ жизни. Потому что они видели, что другие также уже приняли это. Извините. И поэтому, ну, на самом деле, вот это, как бы, в людях мы сейчас тоже видим, что, ну, такие уже пожилые дядечки, да, они, как бы, тоже, у них есть такая склонность к такому уединению, как бы, есть такая склонность. Вот, например, смотрите, люди, они собираются и едут на какую-то там рыбалку, потом мы видим, что их там на льдине отрывают, они там дрейфуют, там, им все равно, как бы. Почему? Потому что, ну, как бы, понятно, что, ну, как бы, они чувствуют, что уже дома, как бы, им делать нечего. Ну, вот они свои выполнили, как бы, домашние обязанности. И поэтому лучше как-то на льдине там поплавать. И это самое, постоянно вот тогда, как бы, происходит. Ну, вот, но в ведическом обществе это было организовано. Поэтому, то есть, как, например, вы учитесь в школе, вы знаете, что есть университеты, есть институты, различные высшие заведения. И они уже существуют, они уже организованы. Вам не надо думать, вот я школу закончил, и что же мне теперь, что-то там организовывать институт. Вы об этом не думаете, правильно? Вы знаете, что они уже есть. Я могу, если я хорошо учился, я могу поступить в следующее заведение. Как бы, у вас нет такой проблемы, как бы, ну, как бы, либо я пойду работать, либо я дальше пойду учиться, правильно? Но это уже, эти институты, университеты, они уже есть, они уже, как бы, давно существуют. Еще до нас существовали, после нас будут существовать. И точно так же, вот эти ашрамы в ведическом обществе, то есть, они, как бы, существовали всегда. И люди, они знали, что можно, как бы, жить семейной жизнью счастливо. И когда, выполнив свои, вот эти, обязанности семейные, можно перейти в другой ашрам. И это естественным образом просто, потому что эти ашрамы, они уже существовали. Ну, вот. И, как бы, человек, он, для чего эта система создана? Для того, чтобы познать себя, как душу, познать свою духовную природу. И, в конце концов, жизнь завершить таким образом, чтобы полностью избавиться от материальных привязанностей, уже под конец жизни полное отречение принять и уйти к Богу, вернуться к Богу. В этом вся суть этого не в том, чтобы, как бы, получше устроиться. Хотя эта система, она и позволяет, как бы, и с материальной точки зрения получше жить в материальном мире. Потому что это более естественно. То есть, когда вы как-то естественно себя ведете, например, если у вас возраст школьника, вы учитесь в школе. И это естественно. Может быть, это не очень нравится кому-то, может, это нравится, может, не нравится. Но так как это естественно, это приносит такое удовлетворение, вот это счастье приносит. И поэтому вот эти переходы из одного вашего в другую, они тоже естественны образом. У Прабуд таким образом, у Матыши там у них своя система, но это тоже была организована в свое время эта система. И все вполне счастливы, так как все это приводило к осознанию Бога, приводило к Богу, и людей возвращало в духовный мир. Люди просто проходя таким образом, живя таким образом, устроив таким образом жизнь. Вот для чего, для чего, смотрите, человек учится хорошо в школе, для чего он хорошо учится? У него есть возможность поступить в университет, например, да? Для чего он в университете учится? Он получает престижную какую-то работу, правильно? То есть все, все как бы имеет свою цель и имеет следующие уровни. И, ну как бы, все это имеет смысл, правильно? И точно так же духовная жизнь, она как бы идет по определенному сценарию, определенные шаги человек делает в духовной жизни, и все это приведет, приводит его. Если он просто в этой системе, находясь в этой системе, если она, когда она была отложена, просто находясь в этой системе, он естественным образом свое сознание развивает и возвращается домой к Богу. И смотрите, даже материалист Дритараштра, он, по совету Видуры, он сделал таким образом, потому что в то время, ну как бы, каждый понимал, что это значит. Каждый понимал, то есть это, ну как бы, люди это практиковали. И Дритараштра, даже будучи таким грубым материалистом, говорится, он достиг освобождения. То есть, как бы, смотрите, он не практиковал духовную практику всю жизнь, не общался с преданным, не ходил на воскресную программу, а это самое освобождение достиг. То есть это, как бы, такая система, которая, ну как бы, любого человека возвышает. И Дритараштра, он был таким, такой царь, который, на самом деле, он хоть и был материалистичным, из-за того, что он был привязан к Дурьярхане, как к своему сыну, потому что ему часто, ну как бы, советовали не идти на поводу у Дурьярхана. То есть очень много в Махабхарате приводится, там, я не знаю, может быть, даже сто раз ему советовали разные личности, ему давали такие советы. Не иди ты на поводу у своего сына. Сам Кришна ему давал эти советы и другие личности. Но Дритараштра, вот из-за этой привязанности, он не, ну как бы, не мог в то время, пока Дурьярхана был жив, Дурьярхана, он все равно его на свою, как бы, сторону быстро перетаскивал. И перед самой Крушетрой, вот здесь упоминается, да, Санджая. Санджая, он, он тоже, прежде чем Кришна взял вот эту миссию мира, перед этим Санджая получил наставление от всех пандавов, и он с этими, с этим посланием он отправился к Дритараште и Дурьярхане. И, ну интересно, что он, вот как посол, он не просто передавал слова Юдхишхиры, Арджуны, Пхимы, он не просто передавал слова, он еще и передавал настроение, с каким они, ну как бы, он им как бы показал, что они очень воинственно настроены, они готовы, ну как бы, ваше, ваше там войско разбить легко, он вот это передавал настроение. И так как они это не приняли, ну Кришна, он сказал, что, ну вот нужно последнюю попытку сделать, чтобы избежать этой войны. И когда он сказал пандавам, что я собираюсь сам поехать и сам попробовать их отговорить, сражаться, устроивать войну, сам попробую. И пандавы, интересно, что пандавы, они, они как бы даже за Кришну волновались, они говорили, ну мы понимаем, что ты верховная личность Бога, что с тобой ничего не случится. Ну мог бы ты не ездить туда, что-то мы не верим в это вот, это самое, что, что эти люди, они, ну как бы, себя поведут по-человечески. Мог бы ты туда не ездить, они как бы волновались за Кришну, как бы они тебя там не обидели, как бы не оскорбили, там, может быть ты не поедешь, они его отговаривали. Но Кришна сказал, ну не расстраивайтесь, это самое, все будет нормально, нужно как бы дать им последний шанс, вот и все. И когда он выезжал из этого царства Вераты, где пандавы в это время находились, они, каждый из них подходил и обнимал Кришну, и такая, они чувствовали вот эту разлук, Юдхишира подошел, Кришна обнял и сказал, ну, ты там зайди к нашей матери, к Унти-деве, передай от нас теплые слова, там, расскажи, что у нас все хорошо, там, потому что они в этот период, они не виделись с матерью, когда они были в изгнании, эти годы они не виделись. И они вот таким образом, Аржуна подошел, тоже Кришну обнял, и тоже попросил, вот уже какие-то слова передать матери, там, и другим членам, и они, они так, интересно, что они, ну, как бы, представьте, это преддверие войны, это, ну, как бы, противоположная сторона, это вот непосредственные враги, которые там собрались, но так как они, ну, вот были такими людьми, ну, добрыми людьми, они, и они просили Кришну, ну, ты там тоже, там, деду Пхииме, Пхииме, передай привет, там, Дроне, там, он наш учитель, там, тоже, там, ему поклонись, там, другим, там, людям, как бы, они там всех вспоминали, хотя это были их непосредственные враги, с которыми они вот-вот начнут биться на смерть, ну, они им передавали привет, там, и вот так, с Кришной так общались, а Кришна, а Кришна сказал, так, колесницу нужно, как бы, снабдить разными видами вооружения, и наступающими, и оборонительными, потому что, говорит, все, что угодно можно ожидать от них, и он, он свою колесницу, там, снабдил всеми видами, там, оружия, и уже, как бы, таким образом, и когда, когда он поехал на этой колеснице, то люди, они, зная, что Кришна будет проезжать по им, там, по их деревням, по этой дороге будет проезжать, и они выходили, и всякими цветочками посыпали дорогу, там, приветствовали Кришну, это был такой праздник для всех, короче говоря, хотя это было такое преддверие войны, да, ну, Кришна вышел такой, нарядился, там, шелковые одежды одел, и все такие счастливые выходили, там, приятно, этой самой розовой водой поливали дорогу, там, все такое, и на протяжении всей дороги все люди выходили, и, как бы, для них это была возможность получить Кришну даршан, и поэтому все они выходили к этой дороге, зная, что Кришна будет проезжать, и так вот весело, это самое, мы его провожали, и вот, к чему я это начал рассказывать, что Дрихтараштра, он, ну, не был таким явным, как бы, он не испытывал никакой вражды к Пандавам и Кришне, и когда они узнали, что Кришна к ним собирается приехать, Дрихтараштра, он собрал всех, и он сказал, ну, нужно, как гостя, Кришну встретить, и он начал предлагать такие вещи, давайте ему подарим бриллианты разные, золото ему подарим, коров ему подарим, потом слуг ему подарим, давайте сто мужчин слуг ему подарим, и сто девушек ему подарим, пусть они его развлекают, и он начал вот это перечислять, там большой-большой список, и он все это перечисляет, вот это для него сделаем, вот это, он же к нам едет как гость, как посол, и вот давайте и вот так его встретим, потом он предложил, давайте его поселим в самом лучшем дворце, который только у нас есть, вот его в лучшем дворце поселим, и вот так будем это самое, все сделаем для него, все самое-самое лучшее, давайте весь город помоем, обрызгаем приятной розовой водой, и вот он так давайте все украсим цветами, чтобы гирлянды были. А эти цари, они собирались как бы воевать. Понимаете, они так слушали Дельтара, что они не могли понять, к чему это он все говорит. И интересно, что преданный, особенно духовный учитель, он, когда мы немножко сентиментальны, он может нас на землю вернуть. Потому что говорится, как мы вчера Ачтатам Прабху говорил, что гуру это такой тяжелый, да? И Ведура, он после этих речей Дельтараштры он встал и говорит а что вы его так хотите, ну как бы задобрить Кришну? Что вы его хотите задобрить? Ну ведь он едет для того, чтобы войну остановить. Что толку эти все ему удобства создавать, все эти подарки, что толку в этих подарках, если вы самое главное то, что он хочет, вы не собираетесь исполнить. Если уж ты так, Дельтараштры, ну, питаешь такую симпатию к Пандавам и Кришне, давай тогда это самое решим, что мы не будем, ну как бы, откажемся от войны. И Ведуру так сказал, и как бы и все как-то, ну как бы подумали, ну что такое. Дельтараштры, он как бы уже был, ну как бы склонен к тому, что может действительно, зачем эта война нужна? То есть он как бы был в таком настроении, знаете, встретить Кришну как следует, там и как бы кормить его, там в лучшем дворце поселить и все такое. А Дурьярхана, он когда все это слышал, у него волосы ставали дыбом. Что он говорит? Отец, что ты такое говоришь? Это наши враги вообще. И Дурьярхана, он в этот момент, он решил, ну как бы выступить, уже не мог сдерживать своей, потому что он сильно завидовал Пандавам. И его речь, она была совершенно противоположная. Он вообще, он вообще предложил, он вообще предложил, так как, так как Пандавы, Пандавам будет нелегко без Кришны, например, он предложил, давайте его вообще возьмем под стражу, арестуем его, захватим и все такое. И после речей Детараштры, вот это предложение его сына, оно было совершенно вообще противоположное. И в основном цари, они как бы были в шоке от такого предложения. Но были такие, как Карна, которые его поддерживали в этом. были такие, как Карна, поддерживали его. Но другие, они говорили, что это вообще позор, и они вот, как бы, это один из случаев, когда они Детараштры говорили, откажись, что это за сын такой, который, ну, как бы, гостя, посла предлагает захватить и взять под стражу, там, арестовать, там, что, как это вообще возможно. Это даже, ну, как бы, в материалистичном обществе, это немыслимо, чтобы посол другой страны приехал к вам, и вы вместо того, чтобы его, это самое, хорошо встретить, что вы какие-то применяете насильственные методы с ним. Но, когда Кришна приехал в Хастинапур, он, все равно, ну, как бы, он сначала зашел к Детараштру, и все равно Детараштру ему выказывал почести, и это самое, и пытался его тоже так же, ну, как бы, поселить в хорошем месте, там, и все такое. Но, ну, Кришна было, как бы, Кришна понимал, что не так просто все, и он сразу отправился к Видуре. А у Видура, он в отдельном дворце жил, и Кунтидева, она так же жила в этом дворце у Видура. И так как Видура, он был тоже таким, он был братом Детараштру, он был старшим династией, поэтому, ну, как бы, его тоже так же уважали, и все. И вот Кришна, он приходит к Видуре, общается там с ним, Видура тоже, тоже такой же, он понял, что Дарья Архана, как бы, не успокоится, и Видура тоже начал говорить Кришне, может быть, Кришна, вообще тебе не ходить на их собрание. Он тоже, как и Пандавы, он тоже, как бы, волновался за Кришну. И Кришна сказал, да, ты не волнуйся, все будет нормально. Ну вот, и Кришна предложил им это самое, так как они обещали, у них был договор с Пандавами, что они по стечению вот этого изгнания, они им вернут царство. И Кришна сказал, ну, если вы не хотите все царство возвращать, хотя бы пять деревень верните. Ну, такое предложение им сделал, и тогда войны можно будет избежать. И интересный момент, что, прежде чем вот состоялось это собрание Кришны и Каурауф, Кришна, он увидел, что разные риши, они хотят посетить это собрание. И с других планет приходят на это собрание. И он, прежде чем и Дритараш Тури ему предложил там шикарный там трон, украшенный там бриллиантами, различными золотом, там все. Но Кришна, он сразу не сел на этот трон и сказал, что будет много гостей и это самое, сначала давайте их примите. И там были всякие риши, и Нарадамуни также был, Парушурама пришел на это собрание. И они все хотели посмотреть, как Кришна будет как бы вот эту ситуацию дальше разруливать. и и Дритараш Тури он им предложил говорится золотые сидения, золотые для всех и они всех их разместили и потом Кришна занял свое место и начал говорить. Дритараш Тури им сказали, что вы все все равно не сможете победить. И они сказали, что вот этот вот этого убьет, этот вот это убьет. То есть все было известно, что кто кого победит, там все было известно. И они напрямую им об этом сообщили. И Дритараш Тури он понял, что так оно и произойдет. Не будут, не будет Кришна просто так вот эти вещи говорить, не будет Нарада Муни говорить. То есть явно, что эти личности они видят будущее и что факт, что нет смысла в этой войне. То есть там о победе какой-то не идет речь. И поэтому Дритараш Тури он сказал, может быть есть какие-то способы, чтобы остановить войну. Мудури Архан он сказал, я им не только пять деревень, я им даже не дам столько земли, чтобы иголку можно было воткнуть. Вот это было его. И так как он в тот момент он правил, как бы он был ну как бы главнокомандующим. И он правил. И даже Дритараш Тури он даже попросил Кришну типа я не против того, чтобы войну отменить, но вот попробую моего сына убедить. И так как тот был главнокомандующим и поэтому уже так как он заявил, что он не даст нисколько земли, поэтому войны было не избежать. И Кришна он понял, что да, все, он уперся, войны не избежать. Он, Кришна его просто говорил, ты глупец, ты вообще это самое пришла его матушка на это собрание Ганхари и она сказала Дориархане, она тоже ему сказала, она такую проповедь сказала, что дорогой сын, нужно чувство контролировать, ты просто из гнева, из своих чувств так себя ведешь, из зависти, но нужно чувствовать, контролировать, поэтому тот, кто чувства не контролирует, он не будет никогда счастлив. Ну, Дориархану никак нельзя было, никто его, представьте, сам Бог, Нарадамуни, Парушрама, другие риши, все они говорили одно и то же, и они разные доводы, и они как бы это все даже описано, что они очень красиво как бы это все преподносили, и все это было реально, но Дориархан никак не успокоился. Он заявил, что он самый могущественный, и что его армия непобедима, и все, и таким образом война началась. в этой главе мы видим, что уже все как бы сыновья Дориараштры погибли, его внуки все погибли, власть он полностью потерял, деньги он все потерял, людей он всех потерял, и продолжал жить у Ютхишира, и Ютхишира о нем заботился. То есть он всю жизнь строил козни Ютхишири пандалом, но когда он все проиграл, Ютхишира продолжал о нем заботиться. И вот здесь мы видим, что Дориараштры наконец-то он оставил и занялся самосознанием по наставлениям ведура. Вот это то, что происходит в этой главе. Если есть какие-то дополнения, пожалуйста. Всем большое за лекцию. Вот обычно когда если ребенок совсем вышел из себя и уже настолько распулиганился, то после всех убеждений разума еще нет понятно можно применить с любовью в целях хорошего самскара. Почему не нашлось такого старшего, который бы Турьёдану так как он получает свой разум у него не был взрослым. Если он настолько не мог контролировать и гнев, то просто почему не нашлось на него Кришна Кришна именно это и говорил. Он Дориараштры на это говорил, что ты будешь тоже отвечать, потому что ты должен в этой ситуации, так как Дориархана ведет к уничтожению рода, то есть явно, что если эта война случится, что род будет полностью уничтожен. И Кришна ему прямо говорит, ты должен силу его сейчас остановить, ты не можешь просто так молчать. Если ты просто промолчишь, ты же все равно царем являешься. Ты имеешь право силу его остановить. И Кришна ему говорит, возьми сейчас страшников и арестуй Дориархана. Вот сейчас возьми и арестуй его. И таким образом войны можно будет избежать. Но Дритараштра он вот из-за этого влияния материальной привязанности думал, что это же мой родной сын, как я могу так с ним поступать. То есть он как бы у него не было вот этого понимания, что наставления старших, наставления Кришны, они важнее, чем вот эти родственные связи. Понимаете? Вот эти родственные связи, он их выше ставил в своем сознании. И вот из-за этого он не смог. И вот это понимание для нас это тоже очень важная вещь, потому что мы иногда тоже в какой-то момент такие ситуации бывают, у нас возникает как бы выбор, то есть либо какие-то родственные взаимоотношения, либо преданное служение. Иногда возникает такой выбор. И все зависит тоже также от нашего сознания, какое у нас сознание, что мы ставим, какие у нас приоритеты. Это важно, потому что Штемат Бхагаватам он как бы на этих примерах нас учит, потому что все равно смотрите, в принципе мы должны хорошо к родственникам относиться и заботиться о них, но нужно понять, что эти связи они все равно временные, а есть связи вечные, и что же для души важнее, понимаете, то есть есть связи вечные, связи преданное служение это уже категория как бы вечности, отношение с Кришной это уже категория вечности, и поэтому если мы материалист он как бы этим и заключается, что он временные ставит выше, чем вечные, ему говорят займи самосознанием, а он говорит а зачем мне самосознание, у меня есть семья, у меня есть работа, я занят, и они все 24 часа они заняты, но они заняты временными вещами, мы как бы тоже не пренебрегаем, не нужно тоже в другую крайность впадать, мы не пренебрегаем этими отношениями, мы как бы будем заботиться, выполнять свои обязанности, но мы должны понимать, что это временно, оно и есть временное, временное значит, что в какой-то момент оно закончится, и это факт, если просто ну как бы поразмыслить логично, то любой понимает, что дед умер, отец умер, и это в любом случае это со мной произойдет, и поэтому я все равно оставлю всех, или как говорят разумные бизнесмены, говорят отношения с деньгами, либо они вас оставят, либо вы их оставите, два варианта, понимаете, но иллюзия она так действует, что если мы на материальной платформе, поэтому нам очень важно вот это понимание развивать, что мы не тело, мы душа, потому что материальная платформа она будет как раз вот вставить в такую ситуацию, как Дритараштар, он не смог, Кришна ему прямо говорил, возьми сейчас его арестуй, и все, избежим войны, и все будет, как бы, все пойдет по другому сценарию, но он промолчал, он не стал, он не сделал этого образа, да, вы правильно говорите, что это можно, и Кришна ему советовал это сделать, но чтобы этот совет воспринять от Кришны, то все равно нужно какой-то уровень самоосознания, а если этого уровня нету, то как бы мы не должны думать, что если мы всю жизнь чем угодно занимались, и что мы в конец, под конец, в момент смерти раз и Кришну каким-то чудом вспомним, то есть для того, чтобы в момент смерти быть сосредоточенным на Кришне, нужно и всю жизнь быть, помнить о Кришне, помнить, не забывать его, и это, ну как бы, и это возможно, в принципе, почему, потому что мы можем каждый день воспевать свои круги, помнить о Кришне, читать Шима-Бхагаватам, помнить о Кришне, слушать о Кришне, общаться с преданными, если мы каждый день помним, то и в какой-то день придет день смерти, и мы в этот же день будем так же помнить, вот и все, простая технология, но вот эта жизнь, каждый день помнить о Кришне, и вести такой образ жизни, это сама по себе такая жизнь, она намного лучше, и намного счастливее, чем, ну как бы, в забвении, жизнь в забвении, на самом деле, если мы посмотрим, ну вот люди, ну как бы, материалистичным образом живут, но мы не видим, чтобы они были как-то счастливы, чтобы они были удовлетворены, то есть, они фактически просто страдают, и ищут просто способы, как избавиться, ну как бы, как забыться от этих страданий, вот и все, но когда мы попадаем в общество преданных, и мы видим, что преданный, может быть, он еще не достиг совершенства, но вот он ведет такой образ жизни, что он уже сейчас намного счастливее, говорят, один раз Шива Прабхупаду спросили, Шива Прабхупаду, но как бы, нет уже как бы стопроцентных доказательств, что Бог есть, и Шива Прабхупад сказал, ну есть он или нет, все равно жизнь преданного, она все равно лучше, и живите как преданные, и вы все равно будете более счастливы, а там разберемся уже. Ответил я на ваш вопрос? Или вы что-то хотели? Нет. Другой услышать? Спасибо. Пожалуйста. Хотели вопрос? Да. Положительное качество дурьетками. Какое? Несколько положительных качеств дурьетками. Положительное качество. Ну, вообще, он себя считал хорошим человеком, и он, ну, как бы, сам об этом говорил. Он себя считал, почему? Потому что он как бы правил, он был царем, и он правил государством, как бы, можно сказать, даже хорошим образом, чуть ли не совершенным образом он правил. Понимаете? Ну, это как бы неплохо само по себе, да? но суть в том, что он в своем правлении, он не ставил Кришну, верховную личность Бога, в центр. У нас, понимаете, в свое время в школе полкласса Екатерина луч света, полкласса Екатерина не луч света, спорьте. Самое интересное, победило то, что Екатерина не луч света. В то застойное время. И пятерки получила те, которые не луч света. сейчас привычка вот если Сталин, это спорж урод, если Путин, он с крылышками. Понимаете? С какой стороны не подойдешь? Мне просто вот хочется опасно, что ли, это грешно говорить о каких-то качествах, дарьетханы. Вот хороший Гонин, я предполагаю, хороший правитель, еще какие-то качества нет, у которых не грешно. Нет, дело в чем, дело в том, что Махабхаратан таким образом составлено, что эти личности они как бы олицетворяют, Пандавы олицетворяют как бы добродетель, но дарьетхана и у него такая роль, что он олицетворяет зависть, жадность, понимаете? И поэтому не потому, что у него не было хороших качеств, мы просто говорим как образ, который олицетворяет зло, как бы, понимаете? И поэтому, все знали, что он и воин хороший, и хороший правитель, и он заботился о людях, это все знают, но смысл Махабхарата в том, что есть олицетворение добродетеля Махараджи А есть олицетворение зла, и это дарьетхана именно. И поэтому, именно поэтому не говорится, но как бы, ну, вот я понял вас, что вы имеете в виду, что мы должны как бы не любить грех, но любить грешника. То есть, мы не должны, если мы видим в ком-то плохие качества, мы не должны, ну, как бы, эту личность... Добродетели, но все равно свалиться можно. Так, да. Я хочу посмотреть, какой-то там сундучок-то у него добродетели. Ну, да. То есть, саму личность не стоит как-то ненавидеть, саму личность не стоит. Почему? Потому что, если, в конце концов, глубоко в сердце покопаться, мы все равно духовную природу найдем, потому что он все равно является духовной душой, и он все равно является частью Господа, да? Вот в этом смысле, то есть, в этой жизни он такую роль сыграл, а в следующей жизни он, может быть, положительную роль сыграет, как бы, поэтому... Но просто в этом контексте мы не... Если будет немножко странно, если вот в этом контексте там мы будем говорить, начнем его хорошее качество, понимаете, да? То есть, вот так. Хорошее качество у него... Да, да. Если какую-то другую тему, можно как бы в другой теме уже можно говорить. А это... А если сейчас говорить, начать, ну, как в преддверии войны, если говорить, это все равно, что иногда, как вот у нас сейчас современные люди, они немножко путают, не вовремя, немножко как бы делают. То есть, они, например, сейчас создается семья, и пишется договор, как мы будем делить имущество при разводе. Понимаете? То есть, это как бы... как бы не культурно. Вот точно так же и здесь. То есть, да, я согласен, что это самое, что все равно он душа, и все равно у него хорошее качество. И смотрите, Кришна лично с ним общался не один раз, и он как бы... Он воочию видел Господа, и он не отрицал, что это Кришна, как бы, высшее существо. То есть, тут как бы нельзя сказать, что уж это совсем... Ну вот он играл такую роль, и он ее как бы сыграл очень хорошо. Кришна. Скажите, а вот это вот Рукшетра, и вообще вот эта история Махабхарата, она раскрывает разные поведения разных героев, и вот значение для нас, как бы, практикующих эту духовную жизнь, это все-таки больше руководство, как бы внутренней работе, или же для того, чтобы выстраивать отношения с преданными? Я не знаю, это самое, но мне кажется, отношения с преданными, это и есть, как бы, наша духовная жизнь. Я не имею в виду, вот кто-то говорит о том, что все-таки самая большая, ну как бы, ну сложность, это как бы, ну, победить себя, своей внутренней, вот эти анардхи, вот, которые мы можем видеть в разных героях, вот, но, тем не менее, я вижу, что во время лекций очень часто люди, ну, как бы, руководствуются поведенческими настроениями разных героев и выстраивают, как бы, ну, определенные ходы в отношениях, там, менеджменте и так далее, то есть, вот это как, ну... Я хочу сказать вот по этому поводу, что общество преданных это, ну, вот, особенное общество и что происходит? Вот люди, они приходят к преданному служению и знаете, они как цветы распускаются, вот, и мы это видим, как бы, и вот смотрите, что интересно происходит, то есть, как на практике происходит, вот раз один запел, один начал лекцию давать, другой начал готовить, вообще никогда так не готовил, понимаете? И мы видим, что у каждой как-то начинает, ну, как бы, что-то необычное делать, каждый практически, понимаете? Кто-то раз организовывает и каждый, и мы на преданных не посмотрим, и каждый ну, как бы, это общество, как сказать, удачливых людей, успешных людей. И вот, о чем Махабхарат, о чему учат, что вот, Дуэррхан, он как, это самое, проявил себя, что, когда пандавы, они, ну, построили этот город, там, им выделили просто пустыню, и они в этой пустыне, там, город построили, там, сады, бассейны, там, это самое, все украсили, и они так организовали жизнь варнашему, все подданные были счастливы. И они пригласили каураов на, на, на ягью, на фестиваль. И те, кто не завидовали, они радовались за пандавов, понимаете? вот, это, как бы, такой урок, очень серьезный для нас. То есть, те, кто не завидовали, они радовались, о, как здорово все украшено, о, прозрачный мрамор, а внутри мрамора стоят самоцветы. И им, как бы, показывали такую экскурсию, проводили, что, вот, какие дворцы, как все, это самое. И все, ну, как бы, в основном все были, ну, рады, и были счастливы, что вот пандавы, они так хорошо все устроили, все. Адур-Хан, так как он проявлял зависть, он места себе не находил. Ему, чем больше бриллиантов показывали, тем он, его больше свербило внутри, потому что зависть, она не дает возможности, ну, как бы, радоваться за успехи других. Вот в чем дело. И то же самое происходит, это вот, как раз, тот пример, когда, если преданный, он, как бы, ну, не начинается, если он не начнет радоваться за других, а в обществе преданных постоянно вот эти вот цветы, они распускаются. Постоянно мы видим, что вот человек пришел, вроде как бы неказистый, все, вдруг раз, бац, и начал, и поет вообще. И еще поет так, что никто так не пел. Понимаете? Постоянно это происходит. и чтобы в этом обществе продолжать находиться, нужно от своей зависти полностью избавиться, иначе вы просто не, ну, как бы, вам, ну, как бы, невозможно будет. Вы начнете критиковать, то есть, ну, Дорихана, он это и сделал, он, как бы, начал недостатки, и он начал думать, как, как бы, все испортить. Понимаете? И поэтому, либо, либо мы продолжаем находиться в обществе, но мы избавляемся от своей зависти, либо на зависть, она не даст нам возможности в этом обществе, потому что это не то общество, где, ну, как бы, можно с завистью находиться. Понимаете, в чем дело? Вот, и как раз Махабхарата, она это показывает. Вот в чем вопрос. То есть, мы вынуждены, чтобы оставаться в обществе, вынуждены с собой работать. Иначе мы будем чувствовать, о, что-то вот он готовить начал. Но если нас это будет как-то, вот, завистью мы будем на это смотреть, нам будет тяжело. Понимаете, да? То есть, это как бы параллельная внешняя и внутренняя работа. Да. То есть, как бы, общество, оно нас заставляет над собой работать, потому что невозможно зависть, жадность, вожделение, невозможно, ну, как бы, это оставлять. То есть, это как бы, ну, будет очевидно, что это мешает. И очень сильно мешает. Это будет становиться себе, очевидно, что с этим просто невозможно здесь находиться. Здесь такая чистота, так, так все красиво, так все прекрасно. И как бы, и, ну, как же я буду тут все портить, от меня такие запахи, что, ну, как бы, и мы начинаем думать, надо от всех, этот и воня, избавляться. Понимаете? Пойти, помыться, хорошие одежды чисто одеть, как-то вот так вот уже. Хотя мы, как бы, к этому, мы не воспитаны в этих вот традициях, понимаете, чистоты. Но мы в обществе преданных, мы вынуждены, как бы, на это идти, и поэтому, каждый по этому тоже прогрессирует. Либо, ну, есть люди, которые находят для себя возможность, нет, это общество, не для меня. И они отходят. Или он решает, ну, вот еще не хватает мне себя менять, пусть они примут меня таким, какой я есть. И тогда он тоже не сможет оставаться, ему тяжело будет. То есть, преданные, вот те, кто остаются, они как бы решили для себя, что да, надо меняться. Как бы это не тяжело было над собой работать, но надо. Вот те, кто остаются, мы увидим, что все они попытаются себя менять. В лучшую сторону, я имею ввиду. Поэтому, такая ситуация. Да. Да, я слышал хороший ответ на вопрос, но в вопросе там немножко, может быть, другое услышал, может быть, стройки от наставлений народы, когда он был в лоне матери, когда прохладывал в лоне матери, он был в воскресении, как-то больше в эти выстройки как вы думаете? Ленин, что народы. Когда прохладывал в лоне матери, да, и народы давал ему наставление, духовное наставление, он потом исследовал всю свою жизнь, да, и вот девушка спросила больше, то, что некоторые люди берут вот это вот знание, да, и переносит его как бы материальное, то есть они как бы берут вот здесь духовное, да, они тоже воспринимают его и как бы реализуют его больше материальным, нежели в духовном, как-то и туда утрируют. для предлога уже нету такой четкой грани, что материальное или духовное, то есть смысл в том, что когда человек начинает осознавать верховную личность Бога, то он как бы ее уже везде осознает. Если у него проявляется симпатия, если у него проявляется любовь, то он уже будет, но как бы любовь это такая вещь, которая она как бы всегда и везде, то есть ее невозможно вот ну как бы представьте, если человек говорит вот там ночью я буду тебя любить, а днем не буду тебя любить, это просто как бы немыслимо, то есть если он как бы уже если он любит, он ее всегда любит, и точно так же преданно, у него как бы уже нет такой грани четкой, что вот это моя материальная жизнь, вот это моя духовная, если она началась духовная жизнь, она все будет очищать, поэтому пусть люди приходят, получат, духовные знания, пусть они ими воспользуются, и таким образом может быть это повлияет на все общество, будет все общество очищать, то есть мы только за то, чтобы люди приходили, получали знания, узнавали Ашиман-Багава, пусть они на работе воспользуются, Багавадгиты, пусть они на своей службе воспользуются, какая проблема. Да, пожалуйста. У меня такой вопрос, когда у Дурьодана был выбор выбрать армию Кришны или самого Кришну, он выбрал армию и был очень счастлив, а старый воин в этой армии, как они, мне кажется, они были по сути преданные Кришне, они были его войска и им пришлось по сути сражаться на другой стране, как они вообще с каким чувством они на ту сторону перешли смиренно. для Кшатри говорится, в какой-то момент вообще неважно было, за какую сторону ты сражаешься. то есть, они просто вот это мой долг, я буду выполнять свой долг, а этот долг Кришне как раз и дается. И в какой-то момент, когда распределялись воины для каких-то воинов и для них не было разницы, потому что уже понимали, что погибнут и те, и другие. И кто-то думал, что я буду на стороне Кришны и буду таким образом сражаться, а кто-то думал, я буду на другой стороне, зато я буду Кришну лицом к лицу видеть. Понимаете? А погибнут и те, и другие, как бы они понимали, что они все равно погибнут. Поэтому для них не было такой большой разницы, поэтому они там не волновались. И они понимали, что это это как бы определенная игра тоже Господа. И поэтому иногда Господь преданного ставит в такую роль, может быть, внешне не очень приглядную. И преданный тоже принимает это. То есть не всегда наше преданное служение это что-то, знаете, делать что-то возвышенное, что нам прибавить гордости или еще что-то. Иногда наше преданное служение, оно незначительное, некрасивое, может быть. Иногда, как Махараджа Парикшит, так сверхдуша устроил, что он змею накинул на мудреца. Он потом вообще понять не мог, как же я так вообще мог поступить. Но вот это говорится, что именно влияние судьбы так устроило, что и вот как бы с преданными иногда такие вещи происходят, что они какие-то неприглядные вещи делают. Но это им помогает в будущем становиться еще более смиренными. Махараджа Парикши, знаете, почему он так внимательно слушал Шримад Бхагалатам? Он такую позицию занял смиренно, он думал, да я вообще негодяй, как я вообще, я мудреца обидел. Я вообще больше, а мне целых 7 дней дали. А он думал, да мне вообще надо было наказать как следует, а меня вообще не наказали. И он очень смиренно. И вот это смирение, оно позволило ему слушать Шримад Бхагалата внимательно. Потому что Шримад Бхагалатам это такое произведение, которое дает возможность встретиться с Господом. Но если мы невнимательны, то мы не получаем полного эффекта. И вот это событие, оно как бы позволило ему принять как очень смиренно. И поэтому у меня такое вот объяснение. Думаю, что еще другие наверняка есть объяснения более подходящие. Время наше вышло, да? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, какой главный долг или обязательство греха с хаашами? Вот если коротко. Ну, в любом... Что такое ашрам? Что такое ашрам? Ашрамы это там, где служит Господу. Все ашрамы, весь смысл этих ашрамов в том, чтобы свою жизнь соединить с миссией Господа. То есть у брахмачариев они ходят на мангаварате, там у них своя садхана, да? У греха, у них какие-то божества, они кормят этих божеств и таким образом соединяются с Господом. На прасхе там по-своему. У каждого... Но смысл всего в том, чтобы... Знаете, как пастушки, когда они выходят на прогулку с Кришной, знаете, как они завтракают? Они садятся вот так вот вокруг, и у них у каждого какие-то там завтраки. Они просто, знаете, в чадоры заворачивают какие-то там пирожки, узелком заворачивают, и так вот на плечо, это самое, на плече носят эти завтраки свои. И когда они играют, они вешают эти завтраки на... просто на веточки деревьев. И потом, когда они собираются с Кришной, они вот так вокруг садятся, и каждый свои завтраки достает, а Кришна у них сидит в центре этого круга. И каждый своим завтраком Кришну кормит. Понимаете? Вот это называется духовная жизнь, когда Кришна, Он в центре. Мы как бы вокруг, а Кришна в центре. И вот в этом суть вообще любого ашрама. И когда у нас вот это понимание будет, что Кришна в центре должен быть, тогда нам вообще не важно, какой там ашрам меняется, ашрам там не меняется. В материальном мире все равно все меняется, никуда не денешься. Но если Кришна в центре, то как бы все остальное, оно к этому как бы. Все остальные предписания, они к этому ведут. Вот это самое главное. И поэтому вот как бы не нужно, знаете, сильно там погружаться в какую-то там психологию вот там семейного человека, там вот такие-таки это обязанности. Если человек ставит в своем сердце вот приоритет Кришну удовлетворить, вот Махараджи и Кришхира, он именно так действовал. Смотрите, он, когда вот они строили вот этот город, и Махараджи и Кришхира, он всегда думал, нужно фестиваль будет организовать, вот когда мы весь этот город будем открывать, фестиваль нужно организовать. И он думал, для чего организовать? Наконец-то мы сможем Кришну как следует прославить. Вот это была его идея. Мы пригласим Кришну, вот Кришна будет сидеть, а мы будем все его прославлять. И у него вот в сознании, у него всегда было то, что Кришна в центре. Хотя он был, да, он был семейным человеком, да, Махараджи и Кришхира, у него было полно материальных обязанностей, потому что они строили этот город, они там заботились об этих людях, там много людей, и город они строили с нуля на пустыне вообще, не было ничего, им как бы ничего не было с нуля. Ну вот много материальных обязанностей, но так как у него приоритетом был Кришна, вот Кришна в центре, поэтому как бы был вот такой преданной душой, вот это хороший пример. И так же мы, то есть если мы в центре, ну как бы в семейной жизни, не сложно в центр Кришну поставить. Вот. Мы готовим, то, что мы готовим, предложили Кришне. Не сложно. Сначала Кришне предложили, потом сами сели покушали. Это уже будет каждый день, это уже будет каждый день, это самое служение Господу. Потому что вот у нас есть алтарь, мы кормим просто Кришну. И это уже ежедневное занятие. Потом мы воспеваем Святого имя. Это тоже как бы, да. Потом мы для чего мы, для чего мы растим детей, для чего мы заботимся о своих близких. То, что мы как бы, если мы думаем над тем, что этим мы Кришну удовлетворим, это легко, легко в уме соединить. Почему? Потому что в какой-то момент мы начинаем замечать, что и этих родственников нам Кришна послал. Всех. То есть это как бы, это уже его непосредственные частицы. Если нам Кришна послал, если мы заботимся о них, то этим мы как раз его удовлетворяем. Таким образом он как бы в центре становится снова. Понимаете? То есть материалистом чем отличается? Он делает то же самое, но он думает, я и мое, мои чувства удовлетворить. У него в центре чувства. Вот в чем разница. А преданно он просто думает, да, нужно все совершенным образом делать, но это делать для Кришны. И вот это, на самом деле, как бы вот эта духовная составляющая, она для все, как бы всем ашрамам она необходима, потому что точно так же можно быть и материалистом Брахмачаре, и материалистом Отреченном можно быть. Знаете же, есть Саньяси, Майавадди, например. У них нету, они не поставили Кришну в центр. А что толку тогда от их Саньяса? Понимаете? Поэтому, а если взять в наших ачарях, объективный Тхакур, его называют, у него было 14 детей, да, но его называют седьмым Госвами. Седьмым Госвами у нас. Почему? Потому что, хоть он семейную жизнь вел, но он это так делал, он это делал как преданный. И господочитание у него было в центре жизни. Для него он был важнее.